Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Израильским министрам запрещено говорить об Украине. Отсутствие комментариев израильских лидеров в связи с российским вторжением на Донбасс не случайно. Сегодня утром министры правительства получили директиву не комментировать позицию Израиля по украинско-российскому кризису. Чиновников настоятельно попросили сосредоточить свои замечания на необходимости скорейшего выезда израильтян из Украины. Настоятельные рекомендации гражданам Израиля, находящимся в этой стране, покинуть украинскую территорию продолжают поступать. Сегодня генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиз заявил, что если идет война, которая расширяется, то это забота о жизни каждого человека. На сегодня есть три авиарейса в Израиль, продолжил чиновник. Вылет из Киева и Львова открыт. Уезжайте и улетайте на запад. Тем временем глава МИД Израиля Яйр Лапид хвалит сотрудников израильского посольства после его эвакуации из Киева во Львов по мере роста напряженности. Министр иностранных дел Израиля беседовал сегодня с послом Израиля в Украине Михаилом Бродским и сотрудниками посольства, недавно прибывшими из столицы Украины в безопасный на сегодняшний день Львов. Лапид подчеркнул, что защита израильских эмиссаров и граждан, находящихся в Украине, а также защита большой еврейской общины в этой стране является главным приоритетом для государства Израиля. Лапид поблагодарил команду посольства, а также сотрудников Министерства иностранных дел за точную и эффективную оценку и выполнение процедуры эвакуации. Временный консульский офис был открыт во Львове на прошлой неделе и продолжит оказывать помощь нуждающимся израильтянам. Лапид также выразил признательность соседям Украины – Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове за их согласие на просьбу Израиля разрешить проход израильским гражданам через сухопутные пограничные переходы в случае необходимости. МИД Израиля вновь настоятельно призвал всех граждан Израиля немедленно покинуть Украину. В те времена Бенни Ганс пытается образумить Путина. Как офицер, познавший войны, я знаю, что необходимо сделать все, чтобы предотвратить кровопролитие. Министр обороны Израиля выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Россия, осуществляющая спецоперации вокруг Донбасса и готовая к вторжению в Украину, бойкотирует эту конференцию. Тем не менее, израильский министр обороны попытался образумить президента России. Ганс заявил, как офицер, познавший войну, знаю, что победитель также проигрывает в них. Когда сгущаются тучи войны, ответственность лидеров состоит в том, чтобы успокоить народ, способствовать разрядке и отстаивать принципы, которые сохранят мир и безопасность. Необходимо сделать все, чтобы предотвратить кровопролитие. О возможном возвращении мировых держав к ядерной сделке с Ираном. Бенни Ганс заявил, что сделка, если она и будет подписана, не является концом этой истории. Необходимо принять меры, чтобы гарантировать, что Тегеран не продолжит обогащение на других объектах. И усилить надзор. Необходимо добиться, чтобы разработка баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, была остановлена. Никакого ядерного порогового государства не будет. Израиль с этим никогда не смирится и этого никогда не допустит, заключил министр обороны Израиля. Делегация американских ультраортодоксов прилетела защищать стену плача от реформистов. Визитеры встречаются с премьер-министром Израиля Настали Беннетом, чтобы подчеркнуть свою приверженность единой святыне. И выступят против планов разделения участков для молитвы. Сбор подписей против разделения стены на участки для ортодоксов и реформистов некоторое время назад был организован движением Ам-Эхад – Единый Народ, частью зонтичной организации Агудат-Исраэль. К Беннету прибыли 45 членов ее руководства вместе со 150 тысячами подписей против разделения главной иудейской святыни на отдельные секторы. Подписи принадлежат не только американским евреям, но и евреям из многих других стран. Петиция должна продемонстрировать мнение евреев диаспоры, так как до этого консервативные и реформистские общины в США поддержали создание раздельных участков для молитв. При этом большинство американских евреев принадлежат именно к неортодоксальным направлениям иудаизма. Проект «Одна стена» отправил полученные подписи Беннету, но премьер пока не отвечает. Ранее правительство Израиля приостановило планы разделения «стены плача» или, как ее называют на еврите, «западной стены» из-за опасений массовых беспорядков со стороны ультраортодоксальной общины. Отмечу, что в 2017 году эти согласованные уже планы приостановило и правительство Натаньягу. В коалиционном соглашении нынешнего так называемого «правительства перемен» написано, что его члены будут продвигать компромисс по разделению «стены плача» на отдельные участки для молитв разных конфессий иудаизма. Тем временем в правящей коалиции разразился новый кризис. Спустя всего день после того, как Бенни Ганс решил объявить бойкот, и его партия Кахоль-Лаван прекратила участие в голосованиях в Кнессете в знак протеста против отказа партнеров по коалиции Абуды и Мерец поддержать закон, ретроактивно легализующий добавки к военным пенсиям, сегодня министр Эли Авидар от партии Либермана «Наш Дом Израиль» объявил о своем уходе из правительства. Сегодня днем соратник Либермана провел пресс-конференцию, на которой объявил о своем решении покинуть пост министра, отвечающего за стратегическое планирование в канцелярии премьера, и вернуться в Кнессет простым депутатом. Так называемый министр без портфеля Авидар, который ждал более важного назначения еще с момента формирования правительства, возмущен тем, что так его и не получил. Ранее в интервью он уже неоднократно это озвучивал, заявляя, что заслуживает быть министром больше, чем 99% получивших этот пост в правительстве, и что он участвовал в демонстрациях, пока все остальные сидели дома и говорили, что нельзя дать победу Натаньягу. При назначении Али Авидару действительно обещали, что он заменит министр разведки Лазара Штерну. Который намеревался баллотироваться на пост председателя еврейского агентства Сухнут. Однако этого не произошло, поскольку Штерн снял свою кандидатуру с выборов после скандала, разгоревшегося вокруг его отношения к жалобам на сексуальные домогательства в армии. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало весьма показательные данные о рождаемости в стране, из которых следует, что впервые за времен существования современного еврейского государства рождаемость в еврейском секторе обогнала рождаемость в арабском. В 2020-м на одну женщину детородного органа приходило в среднем три новорожденных. Демографы указывают, что 2020 год, год пандемии, был вторым годом снижения рождаемости в еврейском секторе, которая росла в предыдущие 25 лет. Интересно, что за 20 лет рождаемость в светском еврейском секторе повысилась до двух минимум детей на семью, а в ультрарелигиозном уменьшилась с семи до шести. Параллельно в последние 20 лет в мусульманском арабском обществе в Израиле шел обратный процесс. В 1948 году рождаемость у мусульман-арабов доходила до шести детей на женщину, а в 2001-м уже четыре. За последние 20 лет в арабском обществе произошли большие перемены. Женщины массово пошли учиться и работать, и одновременно с этим начали рожать меньше детей. В результате, в прошлом году на одну арабку-мусульманку в Израиле приходилось три новорожденных. В друзском обществе происходят те же процессы. В прошлом году рождаемость там равнялась двум детям, после того, как в 60-е доходило до восьми. Единственная группа, в которой в 2020-2021 годах рождаемость увеличилась, это арабы-христиане с одного до двух детей. Отмечу, что, согласно последним данным, Израиль находится на первом месте по рождаемости среди развитых стран Запада, входящих в организацию OECD – Международного сотрудничества и развития. Этот показатель почти в два раза больше среднего по клубу развитых стран. Следом за Израилем идут Мексика и Турция. Франция на четвертом месте, опережая все остальные европейские страны. Замыкают список Италия, Испания и Южная Корея. В последний рождаемость ниже единицы. Довольно также, что в последние годы рождаемость в России – один ребенок на семью в среднем. А между тем, израильский хай-тек планируется укреплять за счет арабов и ортодоксов. Министр науки и технологии Орид Фаркаш-Коэн направила в Управление по инновациям письмо, в котором поставила цели по трудоустройству в сфере высоких технологий в Израиле на 2022-2023 годы, на основании плана, согласно которому к 2026 году в израильском хай-теке будут заняты 15% наемных работников в стране. Примерно вдвое больше, чем сейчас. В ближайшие два года на предприятиях хай-тека планируется трудоустроить 24 тысячи новых сотрудников. Для этой цели будут внедрены специальные программы профессиональной подготовки. При этом особое внимание будет уделено социальным группам, которые сегодня представлены в хай-теке меньше других, а это женщины, арабы и ультра-ортодоксы. Цель, заявленная министром, следующая. До конца 2023 года 45% трудоустроенных в хай-теке должны составлять женщины. Кроме того, предлагается принять на работу 4,5 тысячи сотрудников из арабского сектора и еще 3 тысячи из ультра-ортодоксального. Сегодня в сфере высоких технологий в Израиле работают около 8 тысяч сотрудников арабов, это 2% от общего числа, и 10,5 тысяч ортодоксов, 3%. Всего к 26-му году в хай-теке Израиля должно работать 360 тысяч израильтян. На сегодня это все, я прощаюсь с вами, всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok